Новый тариф за вывоз мусора особенно сильно ударил по кошельку одиноких пенсионеров, которые живут в многоквартирных домах. Неоднократно они обращались к депутатам городской думы с просьбой как-то повлиять на эту ситуацию. Прежде чем предпринять какие-то шаги, народные избранники обратились в другие муниципальные образования региона, чтобы узнать их мнение на этот счет. Практически все согласны с тем, что необходимы изменения. Тем не менее, для одинокопроживающих считать разумным ввести плату не с квадратного метра, а с проживающих. Однако у этой инициативы есть и подводные камни. Введение платы, исходя из количества людей, может ударить по многодетным семьям. В любом случае найти золотую середину будет очень сложно. Что все равно какая-то категория граждан в определенной степени пострадает. Здесь будет зависеть в определенной степени от стоимости компенсации, которая, возможно, нивелирует вот эту вот проблему. Депутаты решили продолжить обсуждение этой проблемы, чтобы в дальнейшем выступить с инициативой о пересмотре платы за вывоз мусора в правительстве Нижегородской области. Еще один вопрос касался начисления пени и штрафов за 2013-2017 год, которые Управление капитального строительства администрации взимало с подрядчиков. УКС взыскивал пени, исходя из количества рабочих дней. Однако это нужно делать, исходя из календарных. Строительство моста. Где была просрочка 495 календарных дней? За просрочку исполнения обязательств заказчика при расчете с подрядчиком удержаны пени из расчета 330 рабочих дней. В размере 726 тысяч рублей. Однако при исчислении пени, исходя из количества календарных дней, нужно было начислить более миллиона рублей. Разница составила 363 тысячи рублей. Эти деньги могли бы пойти в бюджет города. В прокуратуру от Городской думы будет направлен запрос для того, чтобы получить правовую оценку сложившейся ситуации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.